К сожалению, мы сегодня встречаемся в очень сложных условиях, имеющих в свете тех террористических актов, которые произошли в городе Сус. К сожалению, терроризм распространяется не только в нашей стране, но и во всем мире. В тот же самый день, когда этот террористический акт произошел в Тунисе, как вы знаете, произошли террористические акты и в Кувейте, и в Франции, и в Судане. И продолжается террористическая деятельность и в Ираке, и в Сирии, и в Египте, и даже в европейских странах. Мы наблюдаем такие факты и в африканских странах. То есть, к сожалению, терроризм распространяется в самых разных уголках мира. И здесь, безусловно, мы должны налаживать более плотное сотрудничество, региональное и общемировое, для противодействия этому негативному явлению, чтобы мы могли с ним справиться. Я хотел бы коснуться тех причин, как региональных, так и общемировых, и внутренних, которые привели к распространению явления терроризма в регионе и в Тунисе, в частности, в последнее время. Я, может быть, коснусь некоторых из этих причин, не всех, важнейшей из этих причин является тот метод, которым были сделаны попытки урегулировать некоторые региональные конфликты, в частности, в Ираке, в Ливии. И это отразилось и на ситуации в Тунисе, поскольку Тунис расположен в непосредственной близости в соседстве от Ливии. С самого начала в Ливии, хотя и не существовало каких-то авторитетных в народе организаций, которые бы смогли установить некоторый порядок в стране, в результате известных событий возникло множество различных террористических организаций, и Тунис имеет общую границу с Ливией. И отсутствие центральной власти в Ливии, и отсутствие порядка в стране, все это привело к своеобразному хаосу, к анархии, и этот хаос, он, безусловно, отразился и на ситуации в Тунисе. В Тунисе существуют и некоторые внутренние причины. В Тунисе, как вы знаете, четыре года тому назад произошла революция. И в новых условиях новые государственные структуры еще, конечно, недостаточно опыта имеют. И это новые организации. У нас было много митингов, демонстраций, других форм социального протеста, которые выступали вполне с законными требованиями. И после революции эти демонстрации и митинги усилились, и их было довольно много. Это, конечно, не способствовало укреплению порядка в стране. Определенные элементы хаоса тоже наблюдали. Но вместе с тем государство объявило в стране различные гражданские свободы, но, к сожалению, понимание этих свобод и тем, как ими пользоваться, было недостаточным. И в определенных случаях эти свободы начали пониматься как свободу действовать вообще без каких-либо ограничений. И ряд организаций, в том числе и ряд мечетей, начал действовать, распространяя идеи, которые не способствовали стабилизации обстановки в стране. Было начато широкое расследование в сфере деятельности органов безопасности. В частности, расследовалось, предприняли ли они все необходимые меры для того, чтобы не допустить подобных актов. И было принято решение закрыть около 80 мечетей в стране, которые нарушали закон, которые распространяли информацию, призывающую к джихаду, к взаимной ненависти, что, безусловно, противоречит закону. Кроме того, было принято решение о необходимости принятия юридических мер против партии и организаций, нарушающих Конституцию. Правительство будет следить за выполнением этого закона. Кроме того, был принят указ относительно необходимости контроля за финансированием различных организаций и обществ. Были призваны резервисты для укрепления вооруженных сил и на границах, и сил правопорядка на территории туристических районов. Мы поставили задачу обеспечения безопасности на всей прибрежной территории Туниса и обеспечения безопасности всех гостиниц, расположенных на побережье. Мы приняли решение о создании около тысячи специальных пунктов безопасности в этих районах скопления гостиниц.